Доброе утро! Сегодня 15 апреля. В календаре этот день отмечен как Международный день культуры. Ну, как вы понимаете, в сложившейся ситуации Окружной Дом Народного Творчества, как и другие, учреждения проводят онлайн-мастер-классы по традиционной культуре обских угров. И сегодня у нас в удаленной студии художественный руководитель Окружного Дома Народного Творчества Мария Клешнина. Мария, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Маш, расскажите, пожалуйста, как сейчас работает ваше учреждение в условиях самоизоляции? Несмотря, конечно, на такую сложную, непростую обстановку в стране и в мире, Окружной Дом Народного Творчества уже давно пробировал формы интернет-работы, онлайн-трансляций, мастер-классов, лекций. Поэтому наше учреждение работает абсолютно в полном объеме, и все эти запланированные мероприятия к исполнению мы реализуем. Так, Мария, скажите, какие проекты вы предлагаете, и насколько они популярны, востребованы? Сегодня на нашем сайте можно найти положение, к участию в которых фестивали и конкурсы мы сейчас приглашаем наших зрителей. Это региональный этап всероссийского хорового общества. Любимый всеми проект «Радуга Югры» – это конкурс детского рисунка. В этом году этот проект посвящен 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры. В нем принимают участие дети в возрасте от 6 до 17 лет. Ну и соответственные номинации в этом году такие, как «Мой округ тебе посвящаю», «Обычи, традиции, обряды народов Югры». А это должны быть видеоработы? Как и хоровое пение. Это должны быть фотоработы рисунков, фотоработы, которые направляются на электронный адрес, указанный в положении. И сегодня, кстати, еще запускается один очень интересный проект авторской песни «Мой округ тебе посвящаю». Здесь мы приглашаем к участию авторов-исполнителей и надеемся, что сформируем некий такой музыкальный фонд, в котором будут песни о Югре, еще неизвестные нам новые, песни о городах Югры. И, возможно, какая-то из этих песен станет музыкальным флагманом празднования юбилейных мероприятий округа. А в этом конкурсе тоже есть какие-то номинации? В этом конкурсе одна номинация. Авторы-исполнители, которые направляют нам свои песни в исполнение, соответственно, с текстом и с музыкой. Так, хорошо. Ну, теперь давайте вернемся к разговору о мастер-классах. У нас есть возможность посмотреть фрагменты как раз тех мастер-классов, которые вы представляете. Давайте посмотрим. Погремушка из бересты. Внутрь кладутся камушки мелкие или дробинки. И мама дает ребенку, когда он лежит в берестяной люльке. И эта погремушка не может причинить вреда, так как она сделана из бересты. Это очень мягкий и экологически чистый материал. Вот также кукла из бересты сделана. Тоже ей очень хорошо было играть. И рукам она приятна, потому что береста, как я сказала, это уже очень мягкая и экологически чистый материал. Каждое дерево имеет свой звук. Вот у меня тут передо мной береста, вот из бересты шитой финки. Все вы его видели, знаете, у всех есть. Значит, надо слух напрягать и понять, в общем, какая разница. А если, значит, не направить слух, то кажется, везде одинаково. Вот смотрите, здесь совсем другой звук. Другой. Вот. А если я крою, тот же хинтик надавать будет совсем другой звук. Ну, Мария Кузьминична Волдина узнали все. А расскажите, Мария, какие еще мастер-классы вы можете предложить нашим зрителям? На нашем сайте можно найти мастер-классы абсолютно по различным видам и жанрам искусства. Это и традиционная хореография обско-угорских народов. Это и мастер-класс Алексея Рещикова. Хочется отметить, что при обучении на игрушку Куренька мастер-класс Алексея посмотрело около 6 тысяч человек. И вы представляете, в общем-то, это не только жители нашего округа, России, но и в этот раз мастер-класс смотрели Франция, Германия, Турция. Нас это, конечно, очень порадовало, потому что все-таки наша традиционная культура обских угров выходит в международное пространство. Это, конечно, очень здорово. Мы будем обязательно продолжать подобные мастер-классы для того, чтобы вовлекать в этот проект изучение музыкальных инструментов обских угров максимальное количество жителей. Все это остается на сайте после презентации? Конечно, это все на сайте есть. Его можно найти на страницах наших в сети в Инстаграме, ВКонтакте. В этом году впервые, пожалуй, не проводился традиционный, любимый многими праздник Вороний день. Вячеслав, это не страшно. Я сегодня пришла к вам вот с такой вот вороной. Несмотря на то, что, да, календарные праздники, дни празднования Дня Вороны уже прошли. Вот такой вороной, как вы видите, изготавливают в Сургутском районе. Мы, конечно, дань и чествование Вороны оставили и проводим в нашем учреждении совместно с региональным отделением Ассамблеи народов России следующие конкурсы, в которых также приглашаем принять участие наших жителей Югры. Это конкурс на лучший костюм Вороны. Я думаю, сейчас, когда, в общем-то, есть свободное время, можно смастерить этот костюм дома, всей семьей, сделать видеозапись презентации костюма и направить нам на электронный адрес. А также это новый конкурс для нас, для организаторов и зрителей. Конкурс «Подарок Вороне». Мария, да-да, а как... Продолжайте. Ведь когда мы приходим с вами на праздники, у Пских Угров мы обязательно приносим с вами угощения, приношения. И здесь, конечно, каждый желающий может соорудить свой подарок дома и, конечно, сделать фотографию его и направить также нам на электронный адрес. Отлично. А как Окружной Дом народного творчества готовится к юбилею Победы? К юбилею Победы мы начали готовиться заблаговременно. В прошлом году, в 2019-м, мы провели региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Этот проект традиционно к памятным юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне организует и проводит Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества. Ну и те победители нашего регионального этапа, их заявки в электронном варианте были направлены в Москву. И очень приятно сказать, что все те представители от округа, которые были заявлены, стали лауреатами, победителями. Если можно, я бы могла их даже назвать сегодня. Это вокальный ансамбль казачьей песни от Рада, город Нижневартовск, вокальный ансамбль «Славяне», город Ханты-Мансийск, хореографический коллектив «Данс Проект Дива», междуреческий, кандинский район, творческие коллективы города Нягани. Мы всем передаем привет огромный, пользуясь случаем. И теперь, я знаю, что вы подготовили сотрудники окружного дома народного творчества, подготовили личный проект, который тоже адресован к памяти о Великой Отечественной войне. Да, правда, это любимый проект нашего учреждения «Вечера памяти. История в лицах». Давайте посмотрим фрагмент. Спасибо. Мой прадедушка по материнской линии, Разманов Иннокентий Александрович, был призван в армию в город Красноярск. И воевал он обычным рядовым. В 1941 году в декабре пропал без вести. Место захоронения не определено. Но память о нем живет в сердцах нашей семьи. Ну что ж, Мария, большое спасибо, что вы сегодня нашли время прийти в нашу программу. Хорошего вам дня и будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.